Почему не всегда каждый день бывает стул? Как можно решать эту проблему? Какие преимущества у домашних средств? Смотрите видео полностью, научим чем пользоваться, чтобы регулярно ходить в туалет. Организм человека устроен так, что выведение из него шлаков, токсинов и отходов обмена веществ происходит через кишечник. В норме это происходит ежедневно или через день. Однако возникают такие ситуации, что очищение кишечника задерживается, развивается запор. Какие могут быть причины запора? Запором называется отсутствие нормального стула в течение более 72 часов. При задержке очищения кишечника возникают симптомы интоксикации, нарушается пищеварение, появляются боли в животе. К развитию отсутствия стула могут привести употребление недостаточного количества жидкости. Прием некоторых лекарственных средств, спазмолитиков, антоцидов, применяемых при изжоге. Неправильное питание, употребление в пищу большого количества сладостей и недостаточного количества клетчатки, овощей, фруктов, круп. Гиподинамия – малоактивный образ жизни. Стрессовые ситуации. Подобные провоцирующие моменты могут возникнуть у любого человека, поэтому знать, как положительно повлиять на разрешение проблемы, должен каждый. Чем привлекательны домашние средства? С целью разрешения проблемы совершенно необязательно сразу же бежать в аптеку. Можно использовать домашние средства, которые всегда под рукой. У них есть целый ряд преимуществ. Они присутствуют практически в каждом доме. Использование их не связано с большими материальными затратами, не вызывают побочных реакций и не ведут к сильным спазмам и болям в кишечнике. Действуют быстро и эффективно. Являются натуральными средствами. Использовать народные средства можно, когда причина проблемы объяснима, задержка стула возникает нерегулярно, не сопровождается другими изменениями в самочувствии. Если запор становится постоянным, отражается на общем состоянии и самочувствии, то следует обратиться к врачу и провести обследование. Если хотите узнавать больше рецептов из народной медицины, то приглашаем вас подписаться на канал. Какие рецепты народной медицины помогут? Будут способствовать улучшению моторики кишечника, облегчению выведения шлаков, размягчению кишечного содержимого. Стакан теплой воды, в котором размешана чайная ложка меда. Выпить надо утром натощак, сразу как встали с кровати. Столовая ложка оливкового масла вместе с чайной ложкой лимонного сока перемешать и выпить натощак, запить стаканом теплой воды. Утренняя чашка кофе без сахара и молока, выпитая натощак, приведет к тому, что минут через 15-20 появятся позывы к посещению туалета. Просто стакан очищенной, но не кипяченой воды, в котором размешан сок, выжатый из дольки лимона. Такой коктейль утром минут за 40 до завтрака будет способствовать дефекации. Стакан апельсинового сока с мякотью, в который добавлена столовая ложка льняного масла, выпить утром до еды. Сделать настой из чернослива и воды. На стакан жидкости 4-5 плодов, настаивать можно всю ночь, выпить настой утром и съесть сливы. Вода с добавлением соды. На голодный желудок утром выпить стакан прохладной воды с добавлением половины чайной ложки соды. На ночь выпить стакан свежего кефира с чайной ложкой растительного масла. Среди простых домашних средств есть еще много рецептов. Одни помогают быстро устранить проблему, другие действуют постепенно. Но если запор сохраняется, эффект от применения указанных рецептов не отмечается, то следует обратиться к врачу. Возможно, проблема имеет более серьезную причину. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!